только мы сами себя можем да, да, совершенно верно соответственно, вот опять же, да, возвращаясь к имя родителям то есть это их выбор, как там, по поводу вас что делать и так далее, там, подобное вот, и все прочее и поэтому, вот вчера и там, позавчера рассказывал да, про взаимодействие детей и родителей вот, как бы хорошая новость в том, что родителям, себе, мы можем быть сами да, то есть мы как раз вот тот наш маленький ребенок да, который, ну, про стадии, да, рассказывал который там застрял на оральной стадии застрял там на фаллической, еще что-то да, вот, или проскочил ее и так далее, вот мы можем сами дорастить своего маленького ребенка, да, который там остался вот, додать ему эту любовь, тепло и все прочее другой вопрос, да, есть ли у нас на это умение и все прочее, кто-то сам справляется вот, но из разряда, да, лучше обратиться к специалистам просто именно специалист вам не заменит, да, этого человека да, то есть вы сами самый близкий у себя человек он просто подскажет как это, ну, с помощью чего можно сделать вот и достаточно иногда там вот одной встречи, да, там или просто вот какого-то там небольших там советов, подсказок на что обратить внимание за вас работу, да, никто это не сделает и опять же, и здесь ключевой момент, что это ваш выбор, да, делать эту работу там, любить себя доращивать себя принимать себя или не принимать себя да, там, не сепарироваться и так далее одна из причин, как вы думаете почему может не происходить сепарация совершенно верно потому что это выгодно потому что это вот адаптивная реакция и так кажется лучше а что за этими выгодами стоит? защищенность да, безопасность да, а по обратку? контроль опасность страх страх и вот это вот один из мощных вот этих вот моментов да, страх неизвестности грубо говоря, даже я сижу здесь, ну, условно, там, болоте там, не знаю, с мамой, с папой у меня, как бы, нет личного пространства не могу никуда провести мне звонят, там, по пять раз на дню и так далее, да вот но я, там, не знаю, здесь накормлен, там, напоен, да как бы, жить есть где и так далее, да ну, и там капают на мозги по поводу работы ну, в принципе, там, как бы, из дома не выгоняют а можно, там, и как-то себя искать и все прочее вот а принять ответственность за жизнь, да вот, за свою, сказать, нет, у меня есть личное пространство и все прочее, да, вот я там ищу работу то есть может получиться, может не получиться и, ну, неизвестно, что там дальше а здесь болото, как бы, оно, хоть и болото, да но оно родное, любимое, здесь все понятно вот поэтому, опять же, да, вот, чтобы преодолеть страх нужен ресурс и это накопление ресурса, вот, оно идет у нас постепенно то есть, вот, все, ну, не все, очень много, там, всяких статей и так далее, что, вот, кризис, такой подростковый, да, вот этот момент подросткового бунта и так далее, вот, но, как вы думаете ну, и вообще, вот этот, есть такое понятие, да, нормативная сепарация вот, то есть, это те необходимые чувства и те необходимые процессы которые, ну, делают, вот, саму сепарацию как бы, ну, да, завершенной и экологичной вот и, поэтому, основной момент, да то есть, сепарации, это, ну, как бы, надо понимать, что гнев, это как раз ресурс для сепарации, да, то есть, вот и гнев, это ресурс для всего кто когда-нибудь, там, Нарбекова читал вот, он, он приводит такой пример, ну, гнев, это, ну, и психологи скажут, да, что гнев лучше, чем депрессия, да, то есть, вот гнев, это ресурс очень для многого и, да, он, как бы, Нарбеков в одной из своих книжек приводит такой, как бы, ну, легенду, поллегенду, пример что лежал какой-то там шахт, там, владел, там, не знаю всем, чем можно, вот, но вдруг схватил его паралич, да, лежал он там парализованный, ноги отказали, все, вот, там, каких только докторов к нему, там, не вызывали, ничего не помогало, вот и какой-то пришел, там, бедняк, говорит, я, ну, вот, как бы, возьмусь за это помочь, вот, но, говорит, шахты сделай так, что, вот, отошли свою охрану, да, и, как бы, прям, вот, прикажи по страхам смертной казни, как бы, чтобы ты, вот, в ближайшие, там, 20 минут, там, не кричал, не звал на помощь, что бы ни делал, да, они бы твоих приказов не слушали, да, хорошо, все так сделали, вот, вот, ну, соответственно, вот, бедняк подходит к этому шахту и начинает на него плевать, мочиться, там, оскорблять его и так далее, да, соответственно, как бы, шах начинает за ним ползать, ну, зовет, там, охрану и так далее, ничего нет, да, вот, приходит к самому решать, он ползет за ним и так далее, тот от него уходит, продолжает, как бы, его оскорблять, садится на лошадь, там, шах тоже за ним, и через 10 минут, там, шах его догоняет, говорит, сейчас, голос рубленый, говорит, Подожди, смотри, 20 минут назад ты лежал и так далее, сейчас ты скачешь на лошади. То есть гнев – это именно вот этот ресурс. Но момент сепарации очень важен. И поэтому вот этот подростковый бунт, надо понимать. То есть родители, ну, мы вроде как, с точки зрения социума, более взрослые хотя бы по возрасту, да, и типа более опытные. Хотя мы можем быть, опять же, да, все мы продукты советской системы, вот. И все мы остаемся, как бы, так или иначе, ну, в большинстве своем детьми, да, если не развиваемся, опять же, да, со своей сепарацией. Вот. И такой пример просто, вот, это тоже очень важно, вот, взращивать этот момент сепарации. И это идет в том числе через соблюдение границ. Вот. И такой пример я через это проходил. Ну, и почему вот сейчас хочу его повести, у меня знакомый из Беларуси, то есть буквально недавно она нам тоже рассказывала этот случай и так далее. То есть вот кто из нас еще, вот, из продуктов такой советской системы, советского воспитания проходил через это? А у кого в детстве были любимые игрушки? Вот. Так. Момент первый. Играете вы с вашей любимой игрушкой где-то в детском возрасте и так далее, да? Вот. Подходит какой-то там другой, там, мальчик и так далее, да, просит игрушку и все проще. Вам родители говорят, ну, что, тебе жалко, дай ему игрушку. Жалко. Жалко, жалко, это моя игрушка, я решаю, дать или не дать. А меня еще обвиняют, что ты такой жадный, да, и так далее. То есть это вот прямо сломали границы, да, первый привет. Вот. Следующий момент, да, тоже самое, ну, вот, любимая игрушка и так далее. У кого там она осталась, там, или любимая вещь с детства или еще что-то. Вот. Приходят какие-то маленькие, да, дальше, там, гости, там, племянники, даже родственники и так далее. Дай им поиграть, что тебе, ты взрослый, тебе уже не нужно. А там еще круче, там, мама просто, там, девчонки, да, там была, ну, в Беларуси есть такая программа, что они там в Ликобританию летают, ну, могут и все прочее, да, то есть привезли из Англии там. То есть это, ты ходишь или леешь, для тебя это, ну, прямо вот, важная вещь. Вот. Они сейчас, ну, кто в Владимире, кто в Смоленске, да, и мама просто отдала их игрушки, они приезжают, там, все раздолбанное и так далее, да, то есть вот момент вот этой вот несепарированности и, соответственно, какие чувства, да, то есть... Какие решения. Да, да, какие решения и какие, ну, ты этим владеешь, да, и, соответственно, что ты испытываешь по этому поводу. Вот. И на эту тему даже есть, ну, такой более метафорический, скажем так, пример. Кто читал Тихий Дон Шелухов? Там, там, там есть момент такой, когда Григория забирают в армию, вот, там, ну, по уважению тогдашнего, то самое, Российской империи, то есть казах должен был прибыть с конем, который конесправный, да, годный к строевой службе. Вот. И, соответственно, как бы, там Григорию покупают коня, но коня там с изъяном с каким-то, типа, доктор не заметит. Вот. Соответственно, как бы, этот сам ветврач этот замечает, да, а у него уже брат служит. И брат отдает ему своего коня. И там через несколько, там, страниц и так далее, да, брат пишет, что, как бы, отцу, что и накажи Григорию, потому что он за конем моим не смотрит и так далее, да. То есть, ну, потому что конь не свой, да, чужой и отношение как, ну, ни как своему, ни как родному, не то, что ты там его выкормил и все прочее. Вот. И это все, ну, естественно, да, то есть, потому что то, что для нас значимо, это совершенно может быть незначимо или как-то значимо по-другому для другого человека. Вот. И, ну, это вот я, как такое ответвление, да, что мы все продукты вот этой системы, да, советской. И вот это вот тоже про сепарацию и про уважение, чувство и так далее. Поэтому уважайте, да, личное пространство, даже вот в таких вот мелочах, вот. Вот. Право ребенка в любом возрасте. Вот. И уважайте свое право.